Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Предрекали самую сенсационную, как вышло на самом деле, чем запомнилась пресс-конференция Владимира Путина в 2020. Уголовное дело за продажу кондитерского мака в магазине. Предприниматели из Алтайского края и его сотрудники попали в странную ситуацию. Алтай способен давать стране футболистов, но чего стоит вырастить чемпиона? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство края приняло решение не открывать ковидный госпиталь в посудоцентре. Но если выражаться точной формулировкой, вне медицинских учреждений. Над этим власти размышляли полтора месяца, не давая четкого ответа, а эпид-обстановка не располагала к промедлению. Так что еще в начале ноября из здания съехал посудоцентр, к середине ноября объект освободили, а к декабрю начали строительные работы будущего госпиталя. Здесь планировалось разместить 600 коек. Власти города, надзорные органы и проектировщики решали вопрос с планом подведения коммуникаций. Тем же занимались и в правительстве. Там нам отказали в комментарии, а в Минздраве пояснили, что дадут ответ в понедельник. Предполагаемый объем расходов составит около 400 миллионов рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года участника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта. В свою очередь новый собственник объекта, в котором планировали развернуть ковидный госпиталь, по неофициальной информации купил это здание за 100 миллионов рублей и за свой счет начал строительные работы. Общую сумму понесенных потерь он не называет. На сайте правительства сообщается, что других объектов, пригодных для создания там ковидного госпиталя, в короткие сроки пока не нашлось. Далее ковидная статистика. За сутки плюс 218 заболевших коронавирусом, 15 смертельных случаев. Не уменьшается число тяжелобольных. Таких пациентов 467. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 147 человек. И к другой теме. 4,5 часа уделил Владимир Путин журналистам и жителям в прямом эфире, отвечая на их вопросы. Политика, экономика, социальная сфера – даже темы ниже пояса. Но одни считают пресс-конференцию возможностью получить ответы напрямую, а другие – ненужные акции. Андрей Дреер продолжит. Ежегодный церемониал. Путин отвечает на вопросы журналистов и россиян. Отличие года – коронавирусная онлайн-дистанция. Но запросов на ответы много. Вот тот, который разойдется по заголовкам. В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет, то стоит делать. Я для себя еще не принял решение. Пойду я, пойду я, не пойду на выбор в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Еще одна волнующая тема – образование. Один из таких вопросов – когда интернет станет доступным, ведь на дистанции с ним были проблемы. Президент уверяет, даже в малых селах с населением свыше 250 человек скоро появится бесперебойный интернет. До конца 2021 года по этим населенным пунктам должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей. Они предусмотрены в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества. Разницу уже чувствуют. В Быстроистокском районе было плохо, а становится хорошо. Проводят высокоскоростной интернет. У нас на следующий год запланировано, в трех школах привели уже. И на следующий год у нас Ростелеком проблемы были колоссальные. Потому что были серьезные проблемы электронной почты. А затем зайти на какую-то платформу и где-то скачать какой-то материал, воспользоваться ресурсами без крайнего интернета было практически... Повысить оптимизм избирателей – это считают многие эксперты и есть цель пресс-конференции. Очень много внимания уделялось внешней политике. И при этом все-таки еще раз, несколько раз подряд Путин подчеркивал, что национальная безопасность и приоритет государства важнее всего. Предательство – это самое плохое, что может случаться. Но при этом на все остальные вопросы он и смотрел с оптимизмом, и попытался этот оптимизм внушить всем, кто с экранов телевизоров смотрел. Больше всего жалели о незаданных вопросах. Например, женщина с табличкой «Я беременна» рассказала, что вице-губернатору Рязанской области нужно присвоить звание Героя за спасение людей при пожаре. Или вопрос про Дзюбу. Но часть серьезных тем Путин все же успел осветить. Каких и остались ли довольны ответами и самим мероприятием расскажем в итоговом сюжете. От 10 до 20 лет грозит алтайскому предпринимателю и двум его продавцам за продажу кондитерского мака. Их обвиняют в сбытии наркотического вещества. Помимо упаковок с пищевым маком из Казахстана, в материалах дела фигурирует банка с маком из кухни одной из фигурантов дела. Репортаж Валентина Аскеровой. Этот малыш мог и не выжить. Родился недоношенным. Мама Маргарита, мягко говоря, перенервничала, когда ее мужа обвинили в сбытии наркотиков кондитерского мака. Меня каждая поняла бы в моем положении, когда постоянные нервы, когда сидишь и ждешь, и думаешь об этом. И до сих пор, если честно сказать, слезы наворачиваются. В конце 2018 года предприниматель Сергей Серенко вез из Казахстана продукты на продажу в свой магазин. Среди них был и мак. Несколько лет перевозок, но именно в этот раз таможня изъяла приправу. А Сергея привлекли за контрабанду. Как утверждают наши оперативники, этот пищевой мак запрещен. На ввоз в Российскую Федерацию он содержит наркотические вещества. То есть именно пищевой мак из Республики Казахстан. У предпринимателя изъяли 272 упаковки. Есть протокол, но на экспертизу на наличие наркотического вещества почему-то отправили 275 пачек. Я задаю вопрос, ребят, а откуда взялись 3 пачки? Мне говорят, что ты голову греешь? Ну подумаешь, там 3 пачки. Экспертиза выявила следы маковой соломы, наркотическое вещество. Уже год Сергея и двух его продавцов судят по статье 228 по самой жесткой части. Сбыт группой лиц. Главный аргумент обвинения – уведомление, подписанное Сергеем, в котором говорится, казахстанский пищевой мак запрещен в России. Правда, мужчина говорит, что в законе этого нет. Я заявляю ходатайство об исключении вообще из уголовного дела. Ваше ходатайство будет рассмотрено позже. Он также утверждает, что экспертизу, которую показало присутствие маковой соломы, провели не по ГОСТу. Мужчина требует независимое исследование. Но с ним тоже тянут, лишь допрашивают фигурантов. Я не продавала никакие наркотические вещества. Сам мак его никак нельзя применить как наркотическое средство. Абсолютно. Это обыкновенный пищевой мак, который добавляют в кондитерских целях. У Юли в квартире нашли банку с маком. 300 граммов. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. У меня там и сахарная пудра была тоже высыпана. Когда они вот это обнаружили, и, естественно, я сказала, что этой банке уже, я не знаю, если не соврать, лет шесть. У нас были понятые, у меня соседка была. Она была тоже, конечно, в шоке. Она сказала, вы знаете, у меня тоже есть банка дома с маком. Пищевой мак Госнаркоконтроль искал и у другой продавщицы Дарьи. У меня шоковое состояние. Я дверь-то открываю, потому что я вижу, она уже все, она ходуном просто ходит. Вламывается ко мне человек, наверное, семь в масках. У меня ребенок стоит, нас обоих звездами прижали к стене, перерыли весь дом, ничего не нашли. Не нашли, но к делу привлекли. Мол, продавала же казахстанский мак. Эксперты уверены, обвиняемые понесут наказание. И, скорее всего, суровое. От 10 до 20 лет лишения свободы. Если другой предприниматель повезет через границу 300 этих упаковок, и там же тоже есть, получается, маковая солома. То есть любого человека могут привлечь? Любого человека, в действительности. Условно, или как это правильно, это нельзя? Ну, очень-очень-очень мало. А были случаи вообще такие, когда... Ну, честно говоря, по дат 8 при 1, по 4 части я ни разу не встречал. Виновны ли наши герои или нет, определит суд. Однако все мы знаем громкие истории жизни и литературы, где речь идет о сфабрикованности дела этой. Нашумевший фильм «Текст», где главному герою подсунули наркотики и дали срок. Поэтому в 2020 году у россиянина невольно складывается ощущение, что статья 228 нужна не для того, чтобы наказать виновного, а для того, чтобы просто выполнить план. А в это время обвиняемые ждут справедливый приговор за кондитерский мак. Мак разоряются. У Сергея на границе, к слову, изъяли почти миллион рублей. Мужчина закрыл бизнес, остался без средств к существованию. Нам не топиться, не завозить его, обеспечивать нечем. Мы его просто оставили, бросили, скажем так. И он стоит, разрушается. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. 2020 год еще не ушел, а цены уже начали расти вверх. Обычно такую тенденцию мы каждый год наблюдаем после 1 января. Но уже сегодня жители края ощутили на себе, что такие продукты, как масло, яйца, мука и сахар, начали бить по карману. Кстати, об этом накануне в очередной раз высказался и президент страны. Так почему в Алтайском крае оказалось трудным сдерживать цены даже на социально значимые продукты? Еще в октябре сметана была 54, стала 58. Но вот сейчас на нее акция. Вы видите зачеркнутую цену? Вот до вчерашнего дня она даже была 58, по-моему. Сейчас вот подняли и акцию сделали. Любимая сметана Наталья Юрьевна дорожает в геометрической прогрессии. Женщина говорит, что рост цен она, как пенсионер, конечно, стерпит, но только потому, что есть работа. Мне кажется странным, что каждую неделю сахар дорожает на рубль на два. Вот это кажется странным, хотя у нас Черемновский завод свой. И это при том, что в прошлом году аграрии края получили рекордный урожай сахарной свеклы. Но базовые продукты действительно выросли в цене и по всей России. На это обратил внимание даже президент страны. Почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена. И внешний рынок пошел больше значительно. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. Владимир Путин поручил разобраться к админу, почему сахар, мука, масло и другие продукты бьют по карманам. В управлении ФАС по краю нам сообщили, что ежедневно мониторят цены на социально значимые товары. Кстати, скажу, что последний мониторинг, который мы проводили у нас в Алтайском крае, продукты питания, стоимость продукта питания самая минимальная в стране. И все же продукты значительно подорожали. Если сравнить сегодняшние цены с январскими, например. Если мы говорим о муке, возросла там первый сорт, самый ходовой, порядка 26% рост произошел. Цена средняя сахара, по которой мы получали от своих поставщиков, возросла в два раза. Яйцо подорожало. Это не то, что, это даже непонятно все-таки. В январь усредненное берем среднюю все-таки цену. Если было яйцо там 42 рубля, то сейчас уже к 65 оно подошло. После заявления президента Минпромторг решил заморозить цены на сахар и масло с 1 января. Но только в пределах Урала. Гаданьего Востока из Сибири применят поправочные коэффициенты. То есть потолоку цен все же будет. То, что объявили в правительстве о снижении цены социально значимые продукты только до Урала, это не означает, что за Уралом цены снижаться не будут. В правительстве пояснили о том, что будут введены поправочные коэффициенты. В некоторых наших торговых сетях уже цены снизились. Вчера Пятерочка объявила о том, что будут продавать социально значимые товары по закупочной цене. И цены там уже на сахар, муку, подсолнечное масло уже снизились. Что касается малого и среднего бизнеса, им будет намного сложнее, говорят эксперты. Розничные предприятия сильно зависимы от отпускных цен. Между прилавком магазина и сельхозпроизводителем очень много посредников. Есть большие затраты на логистику, содержание помещений. Сельхозпроизводители жалуются на пандемию и летнюю засуху. Второй момент. Сейчас, в принципе, производители, на примере сахара, имея на территории Алтайского края завод, мы не имеем возможности напрямую взять с завода сахар. Есть дистрибьюторы, которые непосредственно торгуют и на сегодняшний день торгуют в цене 46 рублей. Соответственно, закупая сахар по 46, мы не можем торговать сахаром по 46 рублей. Поэтому, по словам экспертов, уже ясно, что в ближайшее время руководству страны придется регулировать цены в ручном режиме. И еще ясно, что следующий год в экономическом плане будет не намного лучше. А значит, сметана Натальи Юрьевны уже никогда не будет прежней. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Более 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства края должны до конца года успеть определиться с выбором удобной системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД. Срок подачи заявления в налоговую службу продлили до 31 декабря. Изменения связаны с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. Альтернативой является только патентная система налогообложения, упрощенная система налогообложения, либо налог на персональный доход. Подача уведомлений, либо заявлений ограничена 31 декабря. Очень важно соблюсти вот эти сроки, потому что в том случае, если они опоздают с подачи заявлений, они переходят в автоматическом режиме на общий режим налогообложения. В таком случае на предпринимателей лягут больше налоговой нагрузки и количество отчетных документов. Заявления на иной режим налогообложения можно подать в налоговый орган по месту жительства, отправить электронным письмом, а также через личный кабинет налогоплательщика. 2,5 миллиона документов, многие из которых датируются серединой 18 века. Краевой государственный архив отмечает 255-летие с момента создания. Каждый житель края при желании может найти здесь данные о своих родных, документы, подтверждающие стаж работы или службы, составить генеалогическое дерево. В следующем сюжете мы расскажем, кто и как хранит историю. Любовь с историей. У Елены Егоровой, ныне заместителя директора государственного архива, случилась еще в школе, где она с удовольствием проводила экскурсии по музею. Дальше был исторический факультет вуза и... У меня целевое распределение через Росархив пришло. Это, наверное, последний специалист, который пришел в архив по целевому направлению. Ну вот так и осталось. Татьяна Павлова в архиве сравнительно недавно. Всегда хотела изучать, держать в руках, показывать посетителям редкие документы прошлого и помогать людям в поиске ценной для них информации. Не иначе как счастьем называет Татьяна свое участие в подготовке новой выставочной экспозиции о тех, кто внес большой вклад в развитие нашего региона. Представленные документы в большей степени подлинные. Они из личных фондов, этнографов, краеведов, историков, искусствоведов. К примеру, семьи Степана Гуляева, которого при жизни называли энциклопедистом Алтая. Ведь он знал о крае почти все. Есть, например, рецепт, записанный Степаном Ивановичем, выделки кожи для подошв. То есть раньше обувь шили с кожаными подошвами. Судя по стилистике, написание – это конец 18 века. Кстати, современные технологии уже прочно вошли в жизнь сотрудников архива. А если раньше на поиск нужного документа по бумажным картотекам могло уйти до двух часов, сейчас благодаря компьютеризации требуется не больше получаса. А еще дореволюционные документы здесь сканируют и делают микрофильмы, чтобы сохранить для потомков. В настоящий момент я сканирую окладные книги, по которым можно будет определить ваших предков. Все окладные книги, перепись 17-го года, они востребованы. Я прекрасно это знаю, что в читальном зале у нас обычно очередь на них. В каждой семье есть свои архивы, фотографии, фильмы. Иногда они становятся документами государственного архива. К 75-летию победы фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева провел конкурс видеороликов. Более 300 трогательных историй о своих дедах и прадедах рассказали жители края. Государственный архив запросил эти ролики на хранение в свои фонды. Такие истории важны, уверена Дарья Пак. Она в архиве один из самых молодых сотрудников. В этом юбилейном году сама занималась сканированием фонда ветеранов войны, присланных из районных архивов. Фотография молодого участника войны и уже в возрасте. И вот это вот было интересно наблюдать, как менялся взгляд. Такая вот у меня мысль пришла о том, что мы работаем с фотографиями, с документами прошлого, создаем сейчас какие-то документы, как сегодня, настоящего, то есть создаем историю настоящего и формируем весь этот массив для будущего. Вопреки стереотипам в архиве совсем не скучно, уверена Дарья. И у него есть не только прошлое, но и будущее. Сейчас здесь не очень многолюдно, пандемия вмешалась и в архивные процессы. Но гостей здесь по-прежнему ждут. До 1 марта можно посетить новую выставку об известных людях региона. Правда, нужно предварительно записаться. По звонку можно записаться и не больше пяти человек. Мы проводим экскурсии, рады будем видеть. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. От алтайского поля до Лиги чемпионов. Наш земляк Евгений Гордов этой зимой дебютировал в Лиге чемпионов в матче против Челси. Множество раз отражая атаки противника. И таких титулованных футболистов из Алтая наберется больше десятка. О том, как в регионе выращивают чемпионов, разбирался Никита Ермаков. Здорово! Оставь! Да! Тихо, тихо! Хорошо, дамико дойдет. Подобно фанатам большого футбола, тренер переживает за игру больше, чем сами игроки. Александр Янкин, известный в России нападающий, свой опыт передает подрастающему поколению. Говорит, с детьми главное быть настоящим. С детьми долго не наиграешь. Если ты играть будешь как хорошего или плохого тренера, я такой, какой я есть. Я им всегда говорю, я вам в первую очередь друг. Когда они приходят, через мяч падают, отчество не могут выговорить, но у меня сложное. А когда проходит два года, и ты когда видишь какие-то результаты, или на игре что-то они такое сделают, отыграют игру, я даже в жизни, будучи футболистом, никогда не получал столько кайфа. По мнению экспертов, у каждого юного спортсмена есть путевка в большой спорт. Тренеры учат, родители поддерживают. Не хочу, не могу. То встать лень, то пойти лень, то расстроился, что не забил или там не получилось. Поддержка должна быть от родителя всегда. Каждый ребенок, который сюда ходит, у него в планах есть большой спорт, это само собой. Динамо почти век. В 90-х и нулевых футболом болел весь Барнаул. К 2020-му популярность и успешность спали. Но в последние годы на Алтае активно наращивают финансирование футбола. Открывают и ремонтируют стадионы. В этот вид спорта сейчас привлекают порядка 150 миллионов рублей. Прорабатывают соглашения края с футбольной академией имени Яшина. Но пока о кардинальных изменениях говорить рано, признают в Министерстве спорта. По футболу тоже скажу честно, хотелось бы большего. То есть то, что годами складывалось, нарабатывалось, это безусловно работает. Просто банальное увеличение финансирования, но не даст должного эффекта. Футбол это очень большой вид спорта, поэтому есть история у нас футбола, мини-футбола. Пусть по отдельности, но нам надо выходить на какую-то стратегию. Например, частное государственного партнерства. Это залог еще больших побед, считают в ведомстве. Алтайская школа футбола уже воспитала множество достойных чемпионов России и зарубежья. Саша Ерохин, Дюпин играет, Соболев тоже. Это большой пример для меня, как нужно делать. Конечно, я понимаю, что нужно много тренировать для того, чтобы стать кем-то, но трудностей пока нет. По словам тренеров, из 60 малышей к выпуску останется 20 уверенных футболистов. Эксперты считают, из алтайских спортсменов можно собрать целую команду, где на каждую позицию найдется игрок уровня премьер-лиги. Тут в очередной раз можно похвалить школу Барнаульского «Динамо», которая воспитала огромное количество футболистов, которые постоянно на всероссийских турнирах занимают далеко не последние места по разным возрастам. Поэтому тут надо похвалить. Все равно есть определенный знак качества. Сохранить и приумножить – такая задача стоит сейчас перед алтайским футболом. Специалисты прорабатывают эффективную систему подготовки игроков, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию. А Влад собирается тренироваться еще больше и через 4 года попасть в основной состав «Локомотива». И, возможно, уже на него будут равняться юные футболисты. Никита Ромаков, Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком! На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях, на ютуб-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Хороших выходных! Продолжение следует...